Добрый день, дорогие друзья! С вами Мария Карпинская, и я начинаю чтение, продолжаю чтение статьи «Ваше всё». Студия «Новое планетарное телевидение Юг Индии». У нас «Жара». Значит, и называется эта главка так «Кто против Пушкина? Кто против русской мысли, тот против Пушкина. Кто против Пушкина, тот Дантес». И я повторяюсь ещё раз «Кто против русской мысли, тот против Александра Сергеевича Пушкина. А кто против Пушкина, тот должен стать в один ряд с Дантесом и ижеподобными убийцами и исполнителями, гонителями, воплощённых русских мыслей, убийцами этих мыслей в человеческом облике. И это не какие-то там увещевания, простите, это уже я выношу приговор. Это действительно приговор. И приговор этот выносится от имени Вселенной, от имени Космоса. Приговор выносится от имени Матери-Богини и самого Творца. Для остальных предлагается спасение через участие во всемирном проекте «Ваше всё». Заметьте, не моё и не твоё, а «Ваше всё ваше» для всех вас. И каждый может включиться в этот проект и получить ту радость, потому что основное, чего не хватает, и что являл собой Пушкин, как русскую мысль, это радость, которая восполняется алкоголем, наркотиками и так далее, когда она потеряна. И который так недостаёт всем людям, когда они посвящают свою жизнь обогащению или банальному пустозвонству, всему тому, что вообще не имеет никакого смысла существования на Земле. В проекте «Ваше всё» заложен и личный смысл радости и общий, потому что он не может вызывать противоречий и разногласий. Это же Пушкин. Думаю, что Пушкин и Высшая Сила именно так и задумали, создав нерукотворный образ поэзии и мыслей Александра Сергеевича Пушкина. Я ещё раз подчеркну, нерукотворный образ, который даёт нам всем спасение. А спасение, кстати, это не просто там на халяву что-то, это совместный труд всех людей планеты на одну единую цель – возрождение русской мысли. И вклад людей в проект станет той энергией, которая позволит всем нам, старым и малым, умным и не очень умным, добрым и злым, своим и чужим, впервые за много тысяч лет открыть своё сознание и изменить своё мышление. Вот такая важная маленькая информация, которую стоит переслушать не один раз для того, чтобы начинать понимать, куда же я через окна Авертона и вместе с Пушкиным, и вместе с посвящёнными веду Вас в какое место. Ну, я уже говорила, что мы идём с Вами на остров Буян, это в другое сознание. По-любому можно изменить настолько сознание, что всё перевернуть вверх тормашками. И вот мы сейчас Вам предлагаем перевернуться вверх тормашками только в сторону любви и добра. Всего доброго! С Вами была Мария Карпинская.